Нашей студии появилась Ирина Рогинене. Ждем Катюшу, конечно же, здесь тоже. Будем говорить о том, как подготовиться к осени. Конечно, лето, мы все в силах, мы все молодцы, но, однако же, как подготовить организм к осени, еще раз напомню, в гостях Ирина Рогинене, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук, член российского общества сомнологов. Доброе утро. Доброе утро. Для начала нужно купить плед. Правильно? Мы правильно поняли? Либо шарфик. Хорошо, первая есть галочка у нас в списке планов. То есть не задавать вопрос, надо ли вообще готовиться, да? Мы уже поняли, что надо. Просто надо, да, конечно. Просто надо, хорошо. Мы уже все знаем, что такое осень, да? Можно воспринимать по-разному. Можно сказать, что осень – это осенняя хандра, а можно вспомнить, что у меня еще нет красивого шарфика или рукавичек и начать уже искать что-то новое, красивое для себя. Правильно ли мы, прости, пожалуйста, перебью, правильно ли мы понимаем, что надо настроиться на позитив прежде всего? Конечно. То есть мы ищем, что хорошее и красивое, чем, о боже, там все плохо. Ну, это такой универсальный совет, он, наверное, в любое время года работает. Осень вообще это в плане сна хорошее время года или плохое? Там больше проблемы возникают или наоборот? Ну, прохладно стало спаться, это должно быть лучше. Да, во-первых, стало прохладно и стало лучше действительно засыпать. И еще день стал короче, и все больше и больше будет таких темных вечеров. И когда наш мелатонин, гормон сна, уже начинает готовиться ко сну гораздо раньше, чем летом, потому что лето, солнышко, все активное, и поэтому организм тоже более активный. Здесь вот наоборот возникает проблема, что возникает сонливость чаще всего, да? Вот, поэтому хочется, конечно, подольше вечерами посидеть перед телевизором, например, или почитать что-то такое в компьютере. И вот здесь очень важный такой совет, не забывать все-таки отключать все гаджеты за час примерно до сна. И осенью, может быть, готовиться ко сну чуть-чуть пораньше. То есть летом мы, как правило, больше гуляем, больше активное, поэтому взять себе за правило где-то уже с 1 сентября, когда все пойдут в школу, да, у всех будет режим. И даже если вам не надо никуда идти ни в школу, ни в университет, то вы все равно, очень многие сейчас из отпусков возвращаются. И вот опять же выстраивать себе вот этот режим, режим, который нас опять же будет приводить к структуре, да, и чуть-чуть пораньше начинать спать, где-то за полчаса уже отходить ко сну. Вот тот самый сентябрьский период, который нам всем предстоит, он же часто и во многих семьях связан с каким-либо стрессом. Кто-то возвращается из отпуска, кто-то идет в школу, кто-то идет в сад. Вот эта стрессовая ситуация, она тоже на сон влияет? Конечно, это больше не стрессовая ситуация, это обычное наше такое напряжение, да, эмоциональная ответственность. У родителей ответственность, что ребенок пойдет в школу, у ребенка ответственность, что он тоже будет начнет учиться, да. Но с другой стороны, мы надо подойти маленечко с другой стороны, ведь период отпусков заканчивается, и осенью это то время, когда вы встречаетесь, например, с друзьями, которых давно не видели. И можно распланировать, чтобы более плавно и без стрессов, да, войти в осень, можно распланировать себе на осень какие-то занятия. Вернутся друзья, с которыми я давно не встречался, наверное, мы сделаем какую-то посиделку, мы сходим в кино, кстати говоря, новые сезоны начинаются, да, в кино. Это тоже психологически очень хорошо вас настраивает на осень. В театры открываются новый сезон театральный. Распланировать себе какие-то те дела, которые вы не успевали раньше сделать, потому что летом было круговертие, да, вы все время были где-то на улице, где-то на природе. И сейчас распланировать себе какие-то важные для вас вещи и дела. Например, может кто-то решил пройти какой-то курс онлайн, да, или куда-то съездить в какую-то местность и посмотреть осенний лес, очень красивый тоже у нас. Поэтому здесь и настрой очень важен, ну и плюс не забываем, что осенью, конечно, пора болезней, да. Да, да, да. То есть хондра осенняя, она называется осенняя хондра, с одной стороны психологическая хондра, с другой стороны действительно много простудных заболеваний. И вот здесь не забываем тоже про шарфик, потому что днем тепло, а утром мы выходим уже прохладно, и поэтому утром можно закутаться в шарфик, днем его снять. И закрепляем свой иммунитет. Универсальных таблеток, конечно, нет, да, золотой таблетки для иммунитета. Но все, что мы знаем на самом деле, просто осенью это надо вспомнить и применить. Например, побольше кушать белка, причем животного белка, он поднимает наш иммунитет, да, потому что антитела – это белок. Спать, конечно, правильно и качественно, да, потому что именно во сне вырабатывается наш иммунитет. А что-то нужно исключить из рациона в этот момент как раз, может быть, напитки какие-то или определенный набор продуктов осенью, вот им лучше не перегружать? Ну, с точки зрения нервной системы лучше исключить, вообще, в принципе, исключить все газированные напитки, особенно сладкие, да, потому что они возбуждают маленькую нервную систему. В вечернее время, может быть, меньше каких-то таких специй применять в блюда. И не забывать, вот самое важное, что мы осенью становится прохладно, наш организм готовится к тому, чтобы нас согреть. Для того, чтобы согреть, он меньше тратит энергии, да, и мы забываем пить обычную воду. Можно купить себе красивую бутылку, отметить 1 сентября, купить красивую многоразовую бутылочку для воды и ставить ее прямо на рабочий стол, чтобы не забывать пить воду, потому что, как правило, осенью не хочется пить воды, да? Что-то дома нужно оборудовать или как-то дом подготовить к тому, чтобы нам было легче вот эти все начинания себе и начать, потому что сил как будто бы не очень много. Что-то нас поддержит? Да, дома мы, осенью мы чаще дома, правильно находимся? Поэтому, опять же, красивый плед, такое тактильное ощущение себе создать вокруг себя, красивую подушку, может быть, новую подушку какую-то купить или связать что-то для себя новое. Опять же, распланировать вечера, да, какие-то посмотреть фильмы или книжки купить, что вы можете почитать уже такие темные вечерами, когда не погуляешь на улице. И проветривать, не забывать, да, становится холодно и нам меньше хочется открывать окно, поэтому проветривать надо обязательно перед каждым вечером, обязательно 15-20 минут в спальню точно надо проветривать, это не забывать. Купить себе хороший чай, вкусный чай, или вот сейчас, кстати говоря, очень много всяких ягод, да, выросло, поэтому насушить себе ягоды или заморозить себе ягоды. В общем, у нас есть чем заняться перед осенью. С детьми та же самая история, тоже немножечко меняется подход ко сну вот в этот переход с летнего на осенний режим. Да, с детьми чуть-чуть сложнее, потому что дети привыкли, такой у них образ жизни был летом такой вольный, да, и ко мне, кстати говоря, сейчас приходит мама подростков и говорят, что как вот в 3 часа ночи ложился подросток спать, что теперь делать перед школой. При этом подросток сидит, в общем, совершенно спокойно, он говорит, да, все нормально, 1 сентября я буду вставать в 7 утра и пойду в школу. И больше здесь волнуются родители, потому что им хочется, чтобы ребенок заранее подготовился к школе, но дети, как правило, очень быстро адаптируются, стоит ему пару раз встать в 7 утра и уставать в школе, и он будет ложиться вовремя спать. Ну, конечно, надо режим соблюдать. Самое важное для школьника это ложиться и вставать в одно и то же время, и выходной день желательно тоже, потому что не было вот этих качелей, чтобы не сдвигать график. Пусть днем, в выходной день он может поспать подольше, да, на часик, но все-таки встать не за 3 часа, не через 3 часа, да, когда обычно пересыпают 3-4 часа, а вставать все-таки примерно так же, как он ходит в школу, ну, лучше днем отдохнуть. Для более старшего поколения опаснее вот эти более ощутимые переходы на новый сезон, начало нового сезона осени, или это какой-то миф? Ну, здесь опасность только в том, что неважно какой возраст, если у человека есть хронические заболевания, вот тогда да, тогда это больше опасность, потому что начинается больше народ, то есть больше скучность людей, в автобусах больше людей, потому что приезжают из отпусков где-то в коллективе становится больше людей, да, и те же вот вирусные заболевания, они быстрее передаются, просто не потому что осенью активные вирусы, а потому что мы становимся активными, начинаем с собой, ну, встречаться в больших коллективах. Поэтому у кого склонность есть к простудным заболеваниям, просто, конечно, беречь себя, опять же, все банально, да, высыпаться, не забывать с утром хотя бы чуть-чуть, там, 5-7 минут делать какую-то зарядку, бодрить себя зарядкой. И активно, ну, пока еще вот мы говорим про диеты, да, обычно летом на диетах сидят, сейчас осенью не забыть надо про все диеты, потому что надо свой иммунитет поддержать. Надеемся, вы к этой осени теперь готовы, иммунитетом вы занимаетесь, на сон обращаете внимание, и все советы, которые сегодня получили, не просто будут услышаны, а будут еще и применены. Это тоже важная часть любой подготовки к любому сезону. Спасибо вам, что это утро вы начинаете с нами, но я думаю, спасибо нашему эксперту вы скажете после того, как утром проснетесь выспавшимся. Выспавшимся.